Друзья, братья и сестры, хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Я хотел бы, чтобы мы открыли Библию нашей к Божьему Слову. Я хочу обратить внимание на одно очень уникальное место, которое записано на страницах Священного Писания. Это записано в книге пророка Захарии, 7 глава. Эта книга повествует откровения, которые Бог сказал к народу Божьему, к священникам, к людям, которые жили в Израиле. Эта книга, она открывает нам частично, что происходило в то время, что происходило в обществе народа Божьего. До этого, примерно 70 лет назад, Бог попустил одно очень такое судебное дело в Израиле. Бог посылал пророков своих к людям. Бог наставлял этих людей для того, чтобы они жили по воле Божьей, чтобы они не служили другим богам, чтобы эти люди, они исполняли Божью волю. И некоторые люди, они слушали Божье Слово, они трепетно ходили перед Богом, они исполняли Божью волю, но большинство и великая мажория этих людей, они как бы игнорировали то, что Бог говорил. Люди игнорировали от призыв, святости, игнорировали, что Бог говорил через своих пророков. И вы знаете, Бог решил просто поставить конец этому всему. Бог допустил, чтобы пришел вот этот царь, пришла вот эта могущественная армия, и она напала на Израиле, она напала на Божий народ. Вы знаете, Бог это допустил. Когда мы думаем об этой истории, казалось бы, ну есть же в обществе люди, которые верят и чтут Богу, которые живут правильно. Но Бог просто решил наказать этот народ, забрал свою охрану, забрал свою защиту от этого общества. И мы читаем в Библии, что когда пришла армия, когда она окружила, она разрушила храм Божий. Бог даже не посчитался с храмом Соломона. Народ Божий очень гордился этим храмом, но Бог просто навсего решил совершить, как бы, или допустить это, как бы, наказание на общество. И вы знаете, храм был разрушен, и люди были взяты в плен. Люди были забраны из своих домов. Люди были забраны из своих, может быть, прекрасных домов, обставленных домов. Они были забраны из своего спокойного, как бы, может быть, общества, где они находились, и они были все уведены в плен. Мы когда рассуждаем об этом, они не просто им сказали переселиться в другой город, просто переехать, скажем, в Зиньянолы, допустим, в Энкени куда-то, но их увели в другую страну. Их взяли все в плен, разрушили все. Бог говорил об этом, говорит, если вы не остановитесь, говорит, то это место, на котором вы находитесь, оно будет просто пусто. Бог сказал, что по этому месту никто не будет ходить ни зад, ни вперед. Представьте, внезапно исчезли люди с города, никого здесь нету, все заросло, и все стало как дико. И вы знаете, люди, которые, они очень переживали об этом, они очень гордились храмом Божиим, они очень гордились своей верой. И Бог им проговорил к ним и дал им, как бы, возможность, что они могут сделать, чтобы Бог возвратил свою милость над ними. И Бог назначил, хотя в их вере, вот в иудаизме, Бог назначил людям совершать посты и молитвы. И люди совершали посты и молитвы регулярно. Мы читаем, в четвертый месяц, в пятый месяц, в девятый месяц. Люди регулярно, верующие иудеи, совершали посты и молитвы перед Богом. Но именно, когда разрушился, когда вот эта армия эта вошла в Иерусалим, когда она разбомбила, разгромила храм Божий, для людей, иудеев, это было как удар по сердцу, это просто ужасно было. Это то, что они держались, на что они гордились и смотрели. И они постились и плакали перед Богом. Они говорили, Господь, почему так ты допустил? Казалось бы, люди согрешали, люди вели эту жизнь. Почему Бог их только не наказал? Почему Бог наказал все общество? Я хочу обратить внимание на это место, которое... И обратить внимание на одно высказывание, которое здесь Господь сказал. Мы читаем седьмая глава книга пророка Захарии из первого стишка и ниже. В четвертый год царя Дария было слово Господня к Захарии в четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал Серицера и Регем Мелеха и спутников его помолиться при лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал уже много лет. И было слово Господне, и было ко мне слово Господа Саваофа. «Скажи всему народу земли этой и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя или вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность была населены? И было слово Господне к Захаре, и так говорил тогда Господь Саваоф, «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного, не притесняйте и зла друг против друга, не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготились, чтобы не слышать. И сердце свое окаменились, чтобы не слышать закон и слов, которые посылал Господь Савов духом своим через прежних пророков. «Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа, и было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Уникальная история, которая произошла в те дни. Бог обращается к людям и говорит, за что Бог допустил в жизни народа Божьего вот такое наказание, вот этот плен, когда людей вывели из их домов, увели, может быть, кого-то и убили. И вы знаете, в обществе это не просто маленькое количество людей, это были тысячи и тысячи людей, которые просто лишились своего места жительства. И Бог есть говорить через пророка, почему это произошло, потому что Бог говорил человеку, а человек просто закрывал уши. Мы, может быть, не понимаем этого. Бог обращается к человеку, а человек сознательно берет и уши свои закрывает. Человек сознательно отворачивается от Божьего Слова, от Божьей благодати, от Божьего обращения. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на этот вопрос. Мы читаем в третьем стишке, написано так, что когда Вифиль послал Серицера и Ригеа Мелеха и спутникам его помолиться пред лицом Господа, они имели нужду. И их послали в Иерусалим, послали туда, там, где находятся священники, чтобы молиться пред Господом и спросить у Бога один очень важный вопрос. Какой это был вопрос? Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? Представьте себе, прошло почти 70 лет после разрушения храма. Люди действительно, они сознавали, что произошло, они понимали, что получилось, они плакали. Они также были в посте и молитве перед Богом, Господи, прости нас, как мы жили при Тобой, мы заслужили то, что Ты совершил, мы не слушали, мы закрывали свои уши, мы отвращались от Тебя, но и они молились. Но вы знаете, прошло время, и мы читаем, что этот Дарий, этот царь, он позволил людям возвратиться в Израиль, возвратиться в это место, где они прежде жили. Был восстановлен Божий храм, была восстановлена вот эта обстановка, люди начали возвращаться, люди начали сеять поля свои, они начали видеть Божьи благословения, ихние урожаи умножались, у них умножался скот, у них умножалось свое личное богатство. И вы знаете, наступило наконец-то вот это спокойное время, когда все благополучно, люди отстроили свои дома, люди уже восстановили храм Божий, все нормально стало в обществе, начались, дети появляются, семьи растут, все спокойно. И вы знаете, здесь они посылают и говорят, поститься ли нам еще, или уже все, нам больше не нужно поститься, нужно ли нам молиться. И он здесь говорит, нужно ли нам плакать пятый месяц и поститься, как дело это уже многих лет. И вы знаете, Бог здесь обращается к Захарии, через Захарию, и он говорит, было ко мне слово Господа, скажи всему народу земли этой и священникам так, «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли?» Интересный вопрос, вы знаете, здесь очень интересный, глубокий смысл заключается в этом слове. Бывают такие понимания, и в общем мы здесь можем видеть, когда человек думает, что человеку нужно что-то делать, для того, чтобы удивить Бога, или может быть поменять его мышление, или на период времени. Вот храм разрушенный, люди потеряли все, что они имели, их забрали в плен, их забрали из этой своей спокойной обстановки, и люди уже томятся, они находятся на чужбине, чужая земля. Эти люди, которые окружают их, их не приветствуют, наоборот, оскорбляют их, потому что они евреи, они пленники, их не дети, это будущие рабы, и люди, вы знаете, свойственно в этот момент плакать, поститься, искать ответы, почему так произошло. Но когда Бог возвратил этих людей в Израиль, да, люди начали думать, а уже практически смысла нету участвовать в постах, смысла нету в молиться в пятом месяце, как здесь говорит, да, нету смысла, для чего? Уже храм восстановлен, наши поля засеяны, у нас во дворе есть скот, у нас есть успех, у нас есть много травы, мы видим вот это устройство, и уже практически нету, нету смысла. И они посылают к священникам, они говорят, слушай, нужно ли нам это продолжать делать? Нужно ли нам продолжать плакать? Нужно ли нам продолжать поститься? Нужно ли нам продолжать молиться? И Бог говорит через пророка, говорит, что когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семи лет, для меня ли вы постились, для меня ли? Бог задает вопрос человеку, Он говорит, для меня ли вы это делали? Вы знаете, есть такое ложное понимание, что когда человек что-то делает, то он как бы делает одолжение Богу, что как бы Бог нуждается в этом действии, Бог нуждается, чтобы человек постился, Бог нуждается, чтобы человек молился, Бог нуждается, чтобы человек свято перед ним ходил, что Бог нуждается, чтобы мы правильно себя поводили в этом мире. Это есть человеческое ложное такое понимание, что как бы Бог всемогущий, Он нуждается в нас, Он нуждается в наших действиях, и когда мы что-то делаем, мы это делаем, потому что наш Бог Бог в этом нуждается, но Бог здесь обращается к Божьему народу и через пророка Захарию говорит, когда вы постились и молились, для меня ли вы это делали? Для меня ли? Вы знаете, это открывает нам очень уникальное мышление, как Бог смотрит на нас. Бог Творец, Всемогущий, у Него нет нужды ни в чем. И когда человек на земле обращается к Богу, это не потому, что Бог нуждается в наших молитвах, это потому, что мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в спасении, мы нуждаемся в вечной жизни. И когда сегодня мы смотрим, вы знаете, хотя прошло уже много-много лет, натура человека, она не изменилась, она осталась то же самое. Когда мы читаем вот эти пророческие книги, читаем истории, которые происходили в Новом Завете, мы замечаем, что натура человека, она переходила с поколения в поколение, дошла до наших дней. И Бог открывает это через Своё Слово. Но здесь Бог говорит к народу и к священникам, говорит, вы это не для меня делали, вы это делали для себя. Ваш пост, который вы совершали, вы это делали не для того, чтобы удивить меня или умилостивить меня, вы это делали для того, чтобы смирить себя, каждого себя. Вы плакали не для того, не потому, что вы хотели меня этим удивить, но вы плакали, потому что вы сознавали, что произошло, вы познали Божью правду, вы поняли, что получилось. И вы молились и постились передо мной, перед Богом, да? Для того, и в вас произошла трансформация вашего сердца. Интересный вопрос. Вы знаете, я об этом рассуждал и думал вот это время, думаю, действительно проходит время. Мы находимся в этой прекрасной стране. Мы называем уже наше место, наш город, наши дома, наше общество. Мы не собираемся никуда уезжать, потому что это уже наш дом. На этой земле родились наши дети, и мы радуемся, мы ожидаем их будущего, когда они вырастут, дать Бог жизнь, и будут иметь своих семей, если мы будем смотреть на наших внуков. Да, и мы видим вот это благословение Божие. И в этот же самый момент, в это прекрасное, как бы, можно сказать, свободное время, мы начинаем замечать некое переменение мышления человека. Человек начинает думать, а для чего мне так часто молиться? Для чего мне, может быть, Божье Слово читать? А может быть, я это буду делать только раз в месяц, раз в год, и может быть, оно уже как бы не имеет значения. Страшные дни прошли, нужды так каковой нет уже, мы спокойно живем, и у нас все хорошо. Но интересно, Божье Слово обращает и показывает нам, что это все, что мы делаем, мы делаем для себя. Мы, написано, они убелили одежды свои, они совершили. Да, Павел говорит, что Павел понимал эту истину очень глубоко. Хожан был очень умным человеком, он в своей жизни практиковал смиренные молитвы и посты. Он себя смирял. Даже, вы знаете, когда Бог дал ему много откровений, он настолько познал глубину Божию, он настолько познал Божие откровения, Бог посмотрел на этого человека, и он дал ему специально жало в плоть. Почему? Потому что он заметил, что Павел, он настолько имеет понимание, познание Бога, что он может допустить в своей жизни даже гордость какую. И Бог дал ему жало, чтобы немножко даже его смирять и так. И Павел говорил, да, на мне было жало вплоть, да, для того, чтобы я не превозносился, чтобы я находился в смирении перед Богом. И вы знаете, здесь действительно Бог открывает пророку, говорит, скажи народу земли и этой, и священникам, говорит, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите и не для себя ли вы пьете? Все, что человек делает, делает для себя. И действительно, Бог поставил здесь корректировку, обратился к священникам, к Божьему народу, и он сказал, что эти молитвы, это для нас, это для людей, это есть то, что верующий человек делает. И действительно, когда мы вдумываемся в слова апостола Павла, когда Павел говорит, и мы ревностно стараемся быть ему угодными, что двигает Павла на эти слова? Он понимает, что не то, что Бог ожидает от него, Бог ожидает от него добрых плодов, действительно, но Павел ревностно старается быть Богу угодным, лишь потому, что он хочет увидеть вечную жизнь. Павел старается ревностно участвовать в молитвах и в постах и участвовать в Божьем деле лишь для того, что он хочет увидеть Божье небо, глазами своими увидеть. И действительно, когда мы читаем Священное Писание, Библия говорит, что чистые сердцем Бога узрят. Действительно, когда человек верующий, он понимает, что я нуждаюсь в Боге, это моя должна быть инициатива жить правильно перед Ним, это моя должна быть инициатива приходить в Дом Божий и совершать молитвы и песнопения и обращаться к Богу в смирение. Это должна быть моя инициатива, я никому не отдаю долга своего, это мой долг это делать. Почему? Потому что я обязан Богу, потому что Он так много сделал для меня. И действительно, это очень важно понимать в нашей личной жизни. Мы никому не делаем одолжение, когда мы ходим на Божье служение, когда мы находимся в общении со святыми, мы всего-навсего совершаем то, что должны совершать. И Бог говорит через пророка к священникам и к народу, говорит, для меня ли, для себя ли. Я хотел бы обратиться внимание еще на другое место Священного Писания, записанное в книге «Деяния святых апостолов», 17 глава. И мы обратим внимание на место Священного Писания, записанное в 24 стишке. Здесь апостол Павел обращается к людям, и он говорит им о Боге. И здесь написаны такие слова, 24 стишок мы читаем «Бог», или даже возьмем выше, даже с 22 стишка. И встав Павел среди Ариопага, сказал «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Это вот то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую и вам. И он открывает им Бога, и он говорит «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Бог, божество подобно золоту или серебро или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведния, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Интересно, апостол Павел обращается к людям и говорит им, что наш Бог, Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Вы знаете, когда мы анализируем натуру человека, человек обычно пытается удивить кого-то. И когда человек что-то делает, он пытается как бы повлиять и поставить себя в то положение, как бы я это сделал. И я мог этого и не делать, но я это сделал. Но наше служение Богу, это есть наше личное желание и инициатива. В нашей жизни поклонение Богу должно быть наше рвение к Богу. Почему? Потому что мы познали Его вездесущего, мы познали, что Он есть всемогущий Бог. Мы познали, что Иисус Христос дает жизнь вечную всякому верующему человеку, и нам нужна вечная жизнь. Каждому из нас нужна вечная жизнь. Мы понимаем, есть вечность, есть другая жизнь после смерти, после жизни телесной на этой земле, есть вечная жизнь. И вот почему Писание говорит, что нет нужды, кто бы кто учил вас. Почему? Потому что эта мысль, которая открылась нам, нас ведет в этой жизни. Дух Святой, который вошел в наше сердце, напоминая нам вот эти глубокие откровения о Христе, о спасающей силе крови, о страданиях Христа, открыла нам любовь Бога к человеку, к нам лично. Когда мы познали и родились свыше, Бог дал Духа Своего Святого. И потому в нашей жизни, когда мы живем, мы понимаем, что наше сохранение себя, как говорит Священное Писание, как сохранить юношу исполнение Божьего Слова, да? Когда человек берет Божье Слово и практикует это в своей личной жизни. И действительно, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Бог может обойтись без человека, но мы без Бога не можем обойтись. Мы не можем без Бога быть. Мы не можем получить вечную жизнь. Мы не можем иметь благословения без Бога, и мы нуждаемся в Боге. И поэтому верующие люди приходят на служение не потому, что они переживают, что кто-то за них что-то скажет, или что-то за них кто-то подумает, или, может быть, кто-то позвонит и скажет, почему тебя не было. Но люди приходят на Божье служение, потому что они любят Бога и хотят иметь вечную жизнь. И действительно, Божье Слово это ставит на свои места. И Павел говорит, и мы ревностно стараемся быть Ему угодными. И это Божье, когда апостол Павел говорит, здесь Писание говорит о том, как Бог себя открыл, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из вас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Апостол Павел говорит, обращаясь к людям, говорит, мы живем Богом, мы движемся Богом и мы существуем Богом. Это говорит спасенный верующий человек. И действительно, мы имеем эту привилегию быть сегодня в этом доме. Мы имеем эту привилегию слышать Божье Слово. Мы имеем эту привилегию вникать в Божье Слово и смотреть на себя, на свою личную жизнь. И говорить, Господь, помоги мне в этой жизни делать правильные решения и действия, чтобы моя жизнь была угодна для Тебя. Продолжение следует...